Ну, конечно, он масса сведений передал полезных, в том числе и о том, что прослушивались разговоры Путина и Медведева, например. Мы от делегации КТР ездили в аэропорт и беседовали с этим человеком, например. Также он нам сказал, что в американском Фейсбуке работают одни только гомосейки, например, и они постоянно голых девиц удаляют у всех из аккаунтов. По сути, Фейсбук и так же, как и ЦРУ, вмешиваются в личную жизнь человека, например. Но представьте себе, например, если бы мы с Аней поехали в Медовый месяц, например, где я сделал бы ее на фоне моря эротические фотографии, например. А после этого Фейсбук удалил бы эти фотки. Аня могла подумать, что я ее разлюбил, например, и засовался с другой гирлой. Поэтому наша семья могла, допустим, и наша любовь распасться бы, например, из-за деятельности недобросовестной социальной сети Фейсбук, которую, конечно, лучше бы закрыть бы, например. Потому что именно она была инициатором вот этих всех прослушек, о чем сказал вот этот человек, который сейчас мается в аэропорту. Спасибо. 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 Спасибо.